Как известно, в Башкирии есть древний ритуал, по которому каждый глава региона один раз за время своего правления имеет право кому-нибудь передать крупнейшего производителя каустической и пищевой соды. В этот раз ритуал пришлось разбить на две части. Сначала Акционерное общество сода отобрали у частных владельцев и через два года передали в управление другим частным владельцам. Ввиду ненадежности и слабой квалификации правителя Башкирии, в этот раз ритуалом управлял лично главный маг и чародей российской экономики Владимир Путин. На прошедшей неделе он наложил свою кровавую подпись и каменную печать на указ о передаче в управление ООО «Русский водород» 50% ООО «Сода». Ну, из темноты, понятное дело, раздались аплодисменты Ротенбергов и рыдания Генсона с Мурзагуловым. Собственно, на этом ритуал закончился и ООО «Шечка» с ничтожным уставным капиталом завладела гигантским активом в виде комбината «Сода». Ну, собственно, 50% многие начали спорить, что это, дескать, не управление, да у нас все осталось как было. На самом деле, конечно же, нет. Русский водород консолидирует вокруг себя крупнейшие предприятия химической промышленности Российской Федерации и, собственно, наверное, ни для кого уже не остается сомнений в том, что Республика Башкортостан утратила полное влияние управления этим активом и господа ООО «Ротенберге» теперь будут распоряжаться и финансовыми потоками, и тем, как будет работать этот комбинат, сами не оглядываясь на республиканские власти. Всевозможные эксперты стали спешно создавать свои экспертные суждения, рассуждать о том, кому что причитается и кто теперь на что влияет. Собственно, это не так уж важно, потому что мне, например, пришла в голову мысль о том, что мятежные башкиры в 2021 году не просто на горе Куштау отстояли священную возвышенность и не позволили пустить ее на сырье для комбината, но и основательно удружили братьям Ротенбергам. Теперь Ротенберги, на мой взгляд, просто обязаны играть на курае и всячески благодарить наивный и простодушный башкирский народ за то, что им достался этот замечательный актив в управлении вот таким вот достаточно быстрым, в общем-то, образом и бескровным. Прошлые владельцы, крестясь двумя руками, отказались от этого всего добра и исчезли там где-то в глубине французских Рот, но вопросы, впрочем, остались. Вопросы это следующие. Ну, почему, например, за вот эти два года паузы, когда СОДА работала, была полностью государственной, и почему эти два года вообще не выплачивались дивиденды? При том, что ситуация с выручкой, валютная ситуация были настолько благоприятными, что там саккумулировались гигантские деньги. Дивиденды выплачены не были. Это странно, да? Нам бы в бюджете очень не помешало там 5, 6, 7, 8, 10 миллиардов, которые можно было бы с этого дела поиметь. Дальше. Ну, что будет, в конце концов, с Эдуардом Давыдовым, бессменным директором этой СОДы? Он и при наших, и при ваших, и при красных, и при белых, значит, был этим директором, и что он так и останется директором СОДы? И при Ротенбергах тоже? Хороший вопрос. Ну, и вопрос такой, что теперь будет с этими грандиозными планови инвестиций, экологических программ, которые были нам оглашены после того, как государство прибрало этот актив, и вот в тот момент нам много рассказывали, как на самом деле прекрасно все, значит, будет в этой СОДе, нам рассказывали, какие совершенно неимоверные у нее появились экономические результаты, не то, что при, значит, белогвардейцах, да, и так далее, и так далее. Вот что теперь будет с этими планами? Очень хотелось бы выстроить некую прямую связь с предприятием и, ну, получить прямые ответы, не вот эти косвенные, потому что компания чрезвычайно закрытая, которая не дает каких-то прямых комментариев, бесконечно уходит от вопросов, да, хотелось бы понять, что будет вот с экологией, с их экологической программой, что будет с белыми морями, что будет с сырьем, что будет с модернизацией производства, а мы помним, как перед тем, как СОДу уходила в государственные руки, как заламывая, значит, руки и вообще стяная по этому поводу, вся пропаганда рассказывала нам, что там ужас-ужас, что там все прогнило, что все нужно менять и так далее, и так далее. Вот что теперь? К сожалению, информационный фон вокруг этого предприятия абсолютно затуманен, ничего не понятно, хотелось бы получить ответы вот на эти вопросы. На минувшей неделе целый ряд кадровых решений случился в строительной отрасли Республики Башкортостан. И, как ни странно, все эти кадровые изменения, решения и события связаны с очередным слетом Ассоциации застройщиков Республики. Ну, вообще-то мы как-то уже привыкли к тому, что это не очень такая открытая и не очень активная организация, непонятно для чего созданная, и вроде как-то ее деятельность не очень-то на что-то влияла. И вот тут, как говорится, случилось. Поначалу, в общем-то, на самом деле, ничто не предвещало никакой бури. Собрание сие ничем не отличалось от предыдущих. Шли, значит, дежурные доклады, бубнились, рассказы о том, как растут показатели, как колосится рожь вокруг, как достигли там неимоверных цифр в застройке и постройке, как вообще все хорошо и тара-та-та. Но вдруг, неожиданно, все в один голос заговорили о совершенно невыносимой ситуации с потребительским экстремизмом. Причем потребительским экстремизмом именно на строительном рынке. Оказывается, о ужас! Среди бесчисленных советников дорогого Радия Фаритовича затесался некий коллаборант Валерий Самохин. Этот самый Валерий Самохин изначально большой специалист по защите прав потребителей и родитель за права приобретателей квартир. В общем-то, ничем не был известен, тихонечко где-то чего-то там косил и рубил. Но вот тут, на этой сходке ассоциации застройщиков вся правда вышла наружу. Оказывается, господин Самохин создал некое предприятие Форт Юст. Предприятие – это ассоциация юристов и экспертов, которые, по словам выступавших на этом собрании, довели до белого коленя все строительное сообщество республики своими юридическими претензиями. Собственно, речь идет о том, что господин Самохин за довольно краткий период времени умудрился сформировать пакет исков к застройщикам на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей. И иски эти связаны с недоделками в области строительства, то есть выступая от лица частных лиц, владельцев жилых помещений, заключая с ними договора на юридическое обслуживание, господин Самохин защищает интересы этих потребителей, покупателей квартир в судах. Собственно, схема не новая и практиковалась она давно. Дело в том, что в строительном законодательстве масса дыр и белых пятен, масса отсылок к устаревшим нормам и правилам, и нормативам, и прочее, прочее. То есть, условно говоря, когда одни материалы заменяются другими, то в строительных правилах все еще существуют отсылки к устаревшим и неиспользуемым технологиям и материалам. Ну, то есть, например, если бетонная стяжка по правилам должна иметь толщину условно 10 сантиметров, то сухая стяжка при тех же физических качествах может быть значительно тоньше, но юристам уже появляется повод пойти с иском в суд и заявить, что там все сделано неправильно, не так, как должно было быть, и так далее, и так далее. Ну, там приводились на этой сходке примеры того, как отсутствие наклеек на стеклах вызывало требование замены окон во всей квартире и прочее, прочее. Ну, в общем, это вот такая вещь. Самое смешное, что юристы вот этой фирмы Самохина, Форт Юст, на самом деле формально не отступали от буквы закона, а действовали в рамках закона, и потому даже вот на этой сходке застройщики не решились назвать их там мошенниками, там аферистами, жуликами там и так далее, и так далее. То есть они назвали это вот таким вот странным словом потребительский экстремизм. Ну, в общем, воззывание это дошло до ушей дорогого Радия Фаритовича, и, о чудо, Хабиров среагировал молниеносно в тот же день его советник Самохин перестал быть его советником, и Хабиров уволил его с этого поста. Ну, тут, наверное, нужно давать действительно очень выверенный юридический ответ и юридический анализ деятельности самой фирмы Форт Юст. За это дело я, конечно, точно не берусь давать правовую оценку их деятельности. Насколько 3 миллиарда претензий угрожают строительному рынку, я тоже, наверное, судить не буду. Но у меня вопрос к Хабирову. Он вообще понимает, чем занимаются вот эти вот бесчисленные советники, получив заветную корочку. Я нисколько не сомневаюсь, что многим из них эта корочка важна, и никакой зарплаты не нужна. Была бы корочка. Вот слава богу, Радию Фаритовичу хватает ума, например, не наделить такой корочкой какую-нибудь Зульфию Гайсину. Вот тут бы точно капут пришел строительному рынку. Но, иншалла, этого не происходит. В общем, конечно, Хабирову нужно разобраться со своими советниками, потому что понабрал он туда, очевидно, людей не самых светлых и не самых безупречных. И вот господин Самохин тому пример. То есть, что пришлось экстренно увольнять этого советника, причем ни у кого не вызывает сомнений, естественно, что это увольнение связано с этим демаршем Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан. Ну, поживем, увидим. А вот крупнейшим, следующим за Самохиным событием в кадровой ситуации в строительной сфере явилось назначение нового исполняющего обязанности министра. Министра строительства Республики Башкортостан. Исполнять обязанности этого министра будет, как я и предсказывал, господин Саетов, указ о назначении которого тоже был подписан Радием Хабировым буквально в тот же самый момент, когда он увольнял этого Самохина. Я, пожалуй, не стану сейчас глубоко вдаваться в анализ того, что же там происходит и каким образом этот Саетов попал на этот пост. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но что-то мне подсказывает, что карьера Раделя Саетова будет недолгой и, скорее всего, бесславной. Но тут я не буду голословным, подождем фактов, подождем событий и сделаем обоснованные выводы. На минувшей неделе у финцы стали свидетелями какого-то очень странного перформанса. В один из вечеров прохожие увидели марширующих по Ленина молодых людей, которые вели себя более чем странно, выбрасывали руки в весьма характерном, очень похожем на нацистское приветствие, выкрикивали лозунги «Россия для русских» и, в общем, так себе бодренько маршировали в непосредственной близости от офисов самых страшных и важных правоохранительных структур. Они прошествовали по Ленину практически в 20 метрах от офисов ФСБ, прямо вдоль фасада МВД и совсем недалеко от республиканской прокуратуры. Парни шли бодренько, выкрикивали «Россия для русских» и зиговали изо всех сил. Одеты они были в какую-то полуспортивную одежду, впрочем, как и все прочие гопники, обитающие в Башкирии. Ну, безобразие это попало на камеры прохожих и сидящих в машинах около того места, где проходили вот эти молодые люди. Все это очень быстро распространилось в соцсетях и попало даже в СМИ, в том числе и федеральное. Вызвало, конечно, недоумение и шок, потому что, ну, давненько ничего такого фашистского или околофашистского мы в Башкирии не видали. Впоследствии, конечно же, правоохранительные органы заявили, что они заинтересовались этим явлением и ищут тех, кто, значит, так маршировал. Общественность возбудилась и стала требовать того, чтобы нашли негодяев и немедленно наказали. Ну, и вот к концу недели парней этих вроде бы как нашли. По крайней мере, сообщалось, что это оказались юноши 16-17 лет, которые насмотрелись каких-то там роликов «Москва для москвичей» и прочего, и прочего, и решили вот так вот самовыразиться теперь на улицах Уфы. Правоохранители утверждают, что никакого юридического или уголовного последствия для этих молодых людей не наступит, и с ними провели какие-то там профилактические беседы и отпустили в освояси. Вот тут я, конечно, как бы в недоумении, вот правда, даже если это какая-то глупость неосознанная, хотя довольно странно предполагать, что люди такой комплекс действий предпринимают, не понимая, что они делают, я вот честно сказать, не могу предположить такого. Даже если это какая-то ошибка и прочее, подобные ошибки в цивилизованном обществе караются самым жестким образом. Вот мы вечно там, вернее, наша пропаганда сейчас нам рассказывает, как разнузданно и развратно все на этом диком западе, как там все можно и никому ничего за это не бывает, на самом деле не так. Вы попробуйте в майке Хайль Гитлер выйти где-нибудь на улицу Берлина. Вот пять лет схлопочете сразу вообще, как из пистолета. Вот реально на самом деле цивилизованный мир вот этих вот ростков нацизма, конечно же, не допускает совсем. я призываю к этому и наши власти и правоохранительные органы. В самом зачатке нужно разбираться и самым жестоким образом подобные вещи нужно наказывать. Мы живем в неспокойной многонациональной республике, это во-первых. Во-вторых, вообще, в принципе, фашизм, нацизм, какого бы сорта он ни был, русский, башкирский, немецкий или какой-нибудь югославский, это не имеет значения. Фашизм есть фашизм, и с ним точно нужно бороться. У меня, правда, нет предположений о том, что эти юноши были под влиянием украинского нацизма, но, тем не менее, дурные мысли нужно пресекать в самом зачатке. Стараясь максимально понравиться федеральному центру и слегка подпрыгивая от страха грядущего увольнения, Радий Фаритович и, собственно, вся его команда Хэ, пожалуй, что уже немножко пересекли границу здравого смысла в этих своих попытках и изобретениях «Нравится Москве». Я говорю о том, что на минувшей неделе возникла новая инициатива «Как понравится Москве в поддержке СВО». Инициатива это, прямо скажем, странная. Кому-то там во глубине башкирского дома какое-то воспаленное сознание в ведомстве Кельсинбаева пришла мысль «А давайте наполним музея Донецкой Народной Республики полотнами башкирских художников». Ну, вдруг это кому-нибудь понравится. Ну, как говорится, сказано, сделано. И уже в конце недели директор музея Нестерова, известный художник в прошлом, а ныне уже чиновник от искусства и культуры Айрат Терегулов без устали обзванивал уфимских художников, предлагая им подарить донецким шахтерам какой-нибудь из своих бессмертных полотен не знаю доподлинно сколько башкирских уфимских художников согласились передать в дар свои полотна шахтерам Донецка особенно мне интересно например согласился ли в Олигамсе передать какое-нибудь свое творение туда в музей Донецка а мы знаем что картины этого башкирского художника оцениваются в 3 и выше миллиона рублей каждая мне интересно сможет ли оторвать от сердца в Олигамсе свое бессмертное творение но посмотрим тем временем в Белом доме уже сформирована комиссия которая будет строго отбирать полотна по содержанию и смыслу то есть не дай бог чтобы братьям шахтерам в Донецке досталась какая-нибудь там провокационная или не до конца понятная картина ну и самое главное что возглавил по неподтвержденным данным эту комиссию сам Урал Кельсинбаев человек выдающегося эстетического вкуса с глубинным пониманием живописи раннего ренессанса Северной Европы и прочее в общем конечно честно со стороны если делать шаг назад на это все смотреть это такой галимый пупырчатый совок вот то что сейчас происходит в Белом доме это настолько моделирование вот этого вот безумия того которое нам казалось оно уже прошло вместе с Советским Союзом умерло но нет оказывается нет и даже всякие такие Кельсинбаевы могут придумать вот такие вещи хотя казалось бы Урал Кельсинбаев он-то и при Советском Союзе не очень долго прожил наверняка не очень помнит как это все работало но вот где-то какие-то реликтовые вот эти вот инстинкты лизоблюдства и показухи они вот вылазят пробираются сквозь итальянский костюм и вот торчат как говорится как уши на прошлой неделе ровно неделю назад в субботу мы рассказывали о мусорном Техасе в селе Курятмасово Довлекановского района ну история эта имела продолжение как мне сообщают жители этой деревни уже в понедельник по их замечательному населенному пункту носились машины администрации местного сельсовета и даже администрации района стихийные кучи мусора по деревне были ликвидированы а самое главное большая свалка за школой о которой мы рассказывали как раз в этом сюжете была не ликвидирована но хотя бы закопана в землю что конечно не совсем соответствует экологическому законодательству но как говорится что есть то есть более-менее привели в порядок и вот прямо жители были рады но самое интересное было потом в сети вконтакте мне написал некий Раиль персонаж явно вымышленный потому что в его аккаунте нет ни одной фотографии нет ни одного поста от его имени и прочее то есть абсолютно голый без фоточки аккаунт так вот этот Раиль предложил мне щедрое денежное вознаграждение за то что я выдам тех кто сообщил ему о ситуации вот в этой деревне вот прямо чтобы я выдал ему имена причем он прямо так не стесняясь мне активно стал писать а вот если я сейчас вам перечислю там денег там столько столько то вот вы мне расскажете кто вам написал его интересовало именно кто написал ну я обращаюсь к Раилю кем бы он ни был и есть ли он вообще или нет и вообще к лицам приравненным к нему запомните раз и навсегда во первых мы точно никогда не выдаем свои источники информации вообще ни при каких условиях даже за деньги не надо судить людей по себе если вы продаете и продаетесь по 5 раз на дню то ну не все такие как вы не обращайтесь с этим вопросом к нам чтобы вот расскажите кто вам рассказал а лучше займитесь своими прямыми обязанностями занимайтесь тем что чем должна заниматься администрация вот этого села и чем за ним должна заниматься администрация вот этого вашего Довлекановского района и раз уж пошла такая пьянка я обращаюсь к жителям Довлекановского района судя по всему администрация ваша не только скверно исполняет свои обязанности а еще имеет и какие-то совершенно отвратительные повадки вот судя по этому предложению потому я вам предлагаю давайте уж как говорится доведем дело до конца давайте выведем на чистую воду всех ваших вот этих вот уснудиновых и мухамедзиановых потому я вас призываю к тому чтобы вы жители Довлекановского района прислали нам подтверждение фотографии адреса ссылки и прочее прочее на состояние дорог состояние мусорных свалок контейнерных площадок школ детских садов Довлеканов давайте посмотрим на этот район судя по всему вот эти розовые очки Прочаковской не позволяют ни нам ни кому-то еще понять что творится в вашем районе но судя вот по таким вот письмам всяких Раилей у вас там все совсем не в порядке почта наша и правда пухнет от всевозможных жалоб просьб и так далее иногда я задумываюсь ну блин это конечно лестно что ну люди к нам обращаются пишут там помогите у нас вот такая ситуация вот такая ситуация но я задумаюсь ёлки ну у нас же на самом деле никаких полномочий то нет мы же там не администрация района мы не администрация главы там города и прочее прочее да вот люди почему-то верят что мы вот что-то такое можем сделать но видимо потому что они уже точно не верят что вот настоящая администрация что-то может сделать не хочется отказывать всем невозможно помочь всем потому мы вынуждены ну выбирать какие-то яркие примеры из этого всего примеры которые например типичные примеры которые описывают проблему как у многих ну чтобы ну в надежде что мы можем помочь и тем у кого подобная же проблема в общем сегодня история будет такая из рубрики наша почта нам написали в отчаянии уже обратились жители дома в Уфе по улице Губайдулина 21 дробь 2 и у них там целая куча проблем и все они связаны с одним странным синеньким пристроем к соседнему дому вот к соседнему дому Губайдулина 21 дробь 1 пристроенная бойлерная уфимских инженерных сетей ну первое на что обращают внимание жители соседнего дома это то что вокруг этой бойлерной сложилась не очень здоровая ситуация стихийная свалка которую судя по всему организовали сотрудники и трудящиеся этой самой бойлерной потом значит там снесли некоторое количество посаженных жителями деревьев и устраивают там площадку для собственной техники в общем совершенно непонятно на каких основаниях это происходит но это полбеды буквально на днях жители дома Губайдулина 21 дробь 2 увидели что в их щиток их дома проведен какой-то новый кабель и этот кабель ведет к соседнему дому Губайдулина 21 дробь 3 местная ЖО номер 60 никак не хочет объяснять это подключение и жители дома абсолютно на мой взгляд обоснованно стали волноваться какие же щита за ОДН придут им теперь значит за следующий месяц потому что очевидно по толщине кабеля понятно что кто-то очень всерьез подключился к их электросети опять же повторюсь местная ЖО местная обслуживающая организация никак не может объяснить появление этого кабеля жители волнуются и не понимают что происходит а еще жители все того же дома Губайдулина 21 дробь 2 обвиняют работников вот этих вот уфимских инженерных сетей и их бойлерной в затоплении подвала их дома вот на видео которое нам прислали жители видно как обустраивают проток от скопления воды около бойлерной этот проток точно идет к подвалу дома Губайдулина 21 дробь 2 видно на видео как потоки воды затапливают этот подвал и наполняют его несмотря на протесты и жалобы жителей этого дома ну и видно насколько заполнился этот подвал теперь вода там значит киснет тухнет пахнет и воздуха не озонирует соответственно создавая нездоровую атмосферу для проживающих в этом доме людей ну и наверное никак не благотворно влияя на фундамент здания в общем вот это типичная картина заброшенности это типичная картина безответственности управляющих компаний и всевозможных коммунальных служб которые находятся рядом это типичная картина того как жители не могут добиться ни от властей районных городских там коммунальных ни от кого не могут добиться ни ответа ни решения проблем вот они проблемы накапливаются непонятный кабель мусор какая-то площадка для разворота техники если она там в планировке или нет никто не знает и вот в конце концов затопление подвала дома все это произошло в одном единственном доме и достаточно в краткий период времени я надеюсь что кто-нибудь обратит на эту проблему внимание и что-нибудь сделает жители дома тоже на это собственно надеются и они ну просят умоляют обращаются во все стороны с просьбой оградить их от воздействия вот этого уфимских инженерных сетей и ЖУ номер 60 от воздействия от бездействия ну тут уж как посмотреть но ситуация в любом случае нехорошая и очень тревожная не хотелось бы заканчивать наш сегодняшний выпуск на такой тревожной печальной ноте потому немножко приятного и самоприятного поздравьте нас наш канал ютуб канал открытая политика преодолел черту в 35 тысяч подписчиков и устремился дальше совокупно же на всех ресурсах у нас уже свыше 56 тысяч подписчиков и это тоже немало на самом деле ну по плану то мы в 23 году должны преодолеть цифру в 40 тысяч подписчиков на ютубе и хотя бы 65 тысяч подписчиков совокупно ну а что это такое это каждый 50-й житель республики Башкортостан из числа тех кто пользуется интернетом согласитесь это немало но я конечно ну заканчивая сеанс самолюбования я отдаю себе отчет в том что конечно же это не только наша заслуга но и заслуга наших зрителей и подписчиков заслуга тех кто поддерживает канал и помогает ему материально потому что ну так уж получается что мы живем за счет тех кто помогает нашему каналу и понимает что помогая каналу взамен он получает интересную достоверную иногда ценную информацию потому я все-таки призываю всех кто может помогать каналу финансово сделать это можно единственным способом перечислив деньги на наш расчетный счет который мы публикуем в каждом видео и под каждым видео много не надо 100 200 300 рублей этого достаточно для поддержки канала если вы это делаете еженедельно как будто бы подписавшись на какую-нибудь газету или журнал вот примерно так так что всем спасибо движемся дальше как обычно две недели между нашими стримами пролетели стремительно и уже завтра 16 апреля у нас 81 стрима открытой политики в 21.00 как обычно выходим в эфир и отвечаем на ваши вопросы вопросы можно присылать и заранее лучше всего и правильнее всего это делать в комментариях под вот этим нынешним сегодняшним видео эти вопросы я точно все увижу и прочитаю постараюсь на них ответить давайте завтра подключимся давайте завтра поставим рекорд пускай 81 стрим будет самым массовым в истории стримов открытой политики поговорим о многом на самом деле о многом нужно поговорить поговорим про электронные повестки поговорим про субботники Мавлиева про военные налоги или планов их вводить и так далее и так далее в общем есть о чем поговорить присылайте вопросы и подключайтесь субботники 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 субботники